Накануне Дня защитника Отечества Музей-заповедники Родины Ленина прошла однодневная выставка совместно с Военно-историческим клубом реконструкции. В этом году экспозиция развернулась в музее Симбирско-Чувашская школа. Она была посвящена Сталинградской битве. Историю надо знать пальцами, надо трогать. В музей же вы приходите, вы не трогаете, там все под зеркалом. А когда человек приходит, потрогал он винтовку, потрогал он автомат, потрогал он какой-то элемент, одежду потрогал, одел на себя одежду, потом как-то двигались там, все прочее. То есть здесь как-то вот именно этот интерактив, он лучше запоминается. Надо вербальное общение иметь. Поэтому вот мы, я поэтому и делаю, чтобы народ помнил, детки росли, чтобы не забывали нашу родину, помнить, что у нас великая Россия. На выставке показали форму одежды Великой Отечественной войны образца 1935 и 1943 годов. В экспозицию вошло оружие времен Второй мировой войны. Винтовка Мосина, ППШ, пистолет, пулемет Судаева. Обратите внимание на эту винтовку. Эта винтовка, именно снайперская винтовка. Вот именно с такой винтовкой снайпер Зайцев в Сталинградской битве уничтожил очень много фашистов. То есть вот именно из-за такой винтовки, то есть с таким специальным прицелом, то есть выполнял боевые задачи нам нужны нашей Родины. Выставку дополнили личные вещи, документы младшего лейтенанта Николая Гавриловича Розаева, деда Олега Вагина, который прошел всю войну. Кроме того, к празднику подвели итоги конкурса выставки детского изобразительного творчества на лучшую композицию «Салют защитникам Отечества». Сюжеты этих работ все связаны в основном с Великой Отечественной войной, но также есть работы, например, герои из Афганистана. Ребята пытались отразить своих родственников, либо какие-то моменты из Великой Отечественной войны, это тыл, либо бои. Работы выполнены в самых разных техниках. С рисунками ребят можно будет познакомиться до конца марта.